Так что мотайте на усы и спите вместе со мной правильно. Это как-то бусмысленно, да, звучало? Всем привет, ребят! Меня зовут Света. Большое спасибо, что заглянули снова или в первый раз заглянули. Сегодня у нас на повестке дня 5 годных вещей за июль. Я в прошлом месяце решила такую рубрику запустить и показывать только по 5 самых-самых-самых сочных и божественных вещей за прошедший месяц. Потому что обычно все барахло, которое мне нравится, не влезает в одно видео, потому что у меня накапливается огромное количество фильмов, огромное количество музыки, косметики, одежды, вот всего такого. И я просто взяла себя в руки и поняла, что надо ограничиться 5 вещами. Такое, знаете, вот best of the best. Так что, если вам интересно, что же за 5 годных вещей у меня было в июле, то продолжайте смотреть. И также я снова оставлю ссылку на свой плейлист ВКонтакте. Так что, если хотите послушать ту музыку, которую я слушала в последнее время в обычной жизни и на тренировках, то тоже заглядывайте, ссылка будет в описании. Давайте начнем с косметики. Все-таки у меня девичий канал, да? Ну, это ни о чем не говорит, но начнем с косметики. В общем, фаворит этого месяца это однозначно автозагар. Вот этот вот автозагар Saint Morrison называется. И как его надо наносить, я в принципе уже рассказывала, но я повторюсь, мне не сложно. Вы его наносите на себя и становитесь такого непонятного грязного оттенка, только все очень-очень-очень хорошо растирается. То есть, потратьте на это не 3 минуты, а минут 15. И в таком состоянии вы ложитесь спать, либо ходите часов 5-8. Мне удобнее просто ложиться спать так, и утром вы должны пойти и все это с себя тщательно смыть. Не мочалкой, конечно, но просто, допустим, там гелем для душа, хорошенечко потереться. И этот автозагар работает по принципу краски, например, для волос или краски для бровей. То есть, все, что должно впитаться, впитается. Все остальное смывается, и получается у вас просто оттенок на коже, который, в принципе, не сильно-то и воняет. Ну, пахнет немного, но это, наверное, лучший вариант из всех автозагаров по запаху даже. К сожалению, у меня нет видео сравнить до и после, но вот, знаете, я сейчас вот такого какого-то оттенка, и никто, в принципе, и не догадывался бы, если бы я не говорила, что это автозагар. Единственное, что не наносите этот автозагар своими ладошками, потому что это будет просто абзац, они будут очень коричневые. Купите себе сразу к этому автозагару вот такую вот рукавичку. С этой стороны она уже вот такая вот, будто бы она горела у меня. Но если сейчас откинуть эстетику, да, то просто вот капельку наношу, вот так вот как-то распределяю по рукавичке, и все, начинаю себя гладить и получать красивый, ну, относительно красивый, насколько это возможно, загар. Так что вот это вот просто моя любовь, и я заметила, что когда я использую вот этот вот автозагар, мне даже не хочется использовать потом тональный крем, потому что, ну, тон как-то выравнивается, кожа какая-то более загорелая, и все, там, брови подкрасила, реснички подкрасила и пошел. Следующая любовь этого месяца, на самом деле не этого месяца. Мне такое ощущение, что я и в прошлом месяце это показывала, но, ребята, я сейчас нахожусь в неком таком путешествии-отпуске, и сюда взяла с собой, ну, реально все самое-самое любимое, и я снова взяла вот эти вот патчи с собой. Я постоянно разными пользуюсь, сейчас вот эти вот добиваю, это прозрачные патчи. Я, если честно, если забываю их приклеить на ночь, утром приклеиваю, и за счет того, что они прозрачные, так иду даже гулять с собаками, не знаю. Может быть, кто-то и замечает, что я в этих штуках. Мне кажется, утром все спешат, всем до лампочки, зато я потом прихожу с прогулки, их отдираю, и все. Ну, так, конечно, делать не обязательно, это экстремальный вариант, но в целом вещь действительно обалденная. Если вы плохо спали, если вы себя просто плохо чувствуете, если вы переели какую-нибудь соленую рыбку на ночь, то вот эти вот патчи буквально, не знаю, 10-15 минут, и они очень улучшают как-то вот эту ситуацию под глазами. Эти патчи они и освежают, и как-то выравнивают эту зону, и с мелкими морщинками как-то борются, борются, борются они с мелкими морщинками. Так что тоже любовь могу посоветовать со спокойной душой. Следующая моя любовь это подсчет калорий. Да, это странно звучит, но на самом деле, может быть, никто не замечает, но я за последнее время, вот с того момента, как обнаружила, что у меня какой-то был непонятный целлюлит, потому что я много пила алкоголь, я переедала, я как-то меньше занималась спортом, то есть дала себе какую-то такую поблажку. Вот в этот момент я поняла, что надо что-то делать, я наладила свое питание и начала считать калории. И на подсчете калорий, причем не на каком-то жестком дефиците калорий, я скинула 5 килограмм. Вот так вот я сейчас вешу, там 51 килограмм максимум, да, и то, если я поела. А так 50. И что мне еще нравится в подсчете калорий, то что я перестаю потреблять пищевой мусор. Это очень дисциплинирует в плане того, что ты думаешь, съесть тебе пару пачек чипсов или съесть огромную тарелку гречки, мяса, свежие овощи. Даже вот, например, в плане салата, да, я уже задумываюсь добавить мне одну чайную ложку оливкового масла или две. И знаете, на самом деле мы же все не молодеем, и с возрастом в любом случае у нас замедляется обмен веществ. И если мы не будем контролировать свое питание, то мы все раздуемся, как мячики, как шарики. Я не вижу в этом ничего хорошего. Избыточный вес – это плохо даже по медицинским каким-то нормам. Также сюда, если вы договорились про питание, у меня питание – это, в принципе, всегда такая, да, вот тема на канале. Я могу сказать, что я очень много кушала фруктов и овощей, и это тоже некий такой фаворит, потому что я многие приемы пищи просто заменяла фруктами и овощами. Я даже иногда целыми сутками, целыми днями, да, там питалась завтрак, обед и ужин только фруктами или только овощами. И это тоже круто. Я не могу сказать, что на фруктах вы там прям похудеете, да, или что-то такое с вами случится. Но фрукты сейчас, например, мне кажется, круто кушать, потому что сейчас есть сезонные фрукты, и мне кажется, они в плане вот какой-то чистоты гораздо более полезные, нежели когда мы там зимой пытаемся поесть клубнику, ну, которая точно непонятно в каких условиях созрела. А сейчас у нас крыжовник, черная смородина, там, вишня, еще что-то, черешня, всякие ягоды, фрукты. Ребят, кушайте, не забывайте. Я вам только что сейчас показывала вот эти вот патчи, да, потому что они меня действительно вручали, так как я очень плохо в этом месяце спала. Я почему-то как-то расшатала свой график в связи с тем, что мне надо было приехать к родителям. Я старалась все свои хвосты в Москве закрыть, чтобы, ну, с спокойной душой уехать, но этого не получилось, поэтому я тут в Саратове нервничала, работала даже где-то там по ночам, допоздна что-нибудь монтировала или там, ну, не важно, в общем. Короче, занималась своими делами блогерскими. Плюс еще здесь у меня две собаки, а не одна, и мне приходилось раньше вставать, потому что иногда я не вместе с ними гуляю, а по очереди, потому что с двумя одновременно очень сложно как-то гулять, не всегда получается вот так вот за двумя сразу следить. К чему я это вообще все вам рассказываю? То, что я поняла, насколько важен здоровый сон. Вот сегодня я выспалась, у меня отличное настроение, я могу говорить, у меня не слишком сильно заплетается язык, нет какой-то рассеянности, нет желания налокаться кофе, нет желания обожраться, потому что это подтвержденный факт, что когда человек не высыпается, он хочет кушать гораздо больше. Так что вот это вот очень важно, ребята, и не повторяйте, опять же, моих ошибок, высыпайтесь, смотайте на ус и спите вместе со мной правильно. Это как-то было с мыслями, да, на начало? Следующее, что меня стало очень вдохновлять в этом месяце, и произошло это совершенно случайно, это минимализм. На самом деле, наверное, вот этот вот минимализм ворвался в мою жизнь из-за того, что я перфекционист в каких-то вещах, и у меня такой, знаете, не всегда здоровый перфекционизм, который даже в психологии принято ругать, потому что это вот это вот, знаете, взял там, поправил что-то, чтобы ровно стояло. То есть это такие мелкие движения, да, всякие, которые на самом деле выдают в человеке некую нервозность, как мне кажется. И вот для того, чтобы не ходить в квартире и все не поправлять, не разбирать постоянно в шкафу там все полочки, не передвигать всякие статуеточки, не переставлять посуду по цветам, я просто решила избавиться от всего, что меня бесит. И я сейчас вот этот вот минимализм стараюсь везде по максимуму вводить. Макияж, уход какой-то за собой, предметы интерьера, одежда, то есть, ну, гардероб, вот все. И опять же, я вас призываю сейчас не пойти и все выбросить, а просто советую разобрать, например, то, что у вас есть, и понять, что вам действительно нужно, именно вот необходимо жизненно, а что просто так захламляют вашу квартиру или, например, вашу жизнь. Потому что минимализм — это разбор не только каких-то вот вещей, да, таких вот бытовых, но и осознание того, что в этой жизни мы можем обходиться минимумом, и это классно. Потому что вот этот вот минимум, он не загружает наши мозги, и я сейчас вот в этом процессе избавления от всего лишнего. Я даже стараюсь избавиться от каких-то лишних надуманных эмоций. Слава богу, мои друзья мне в этом помогают. Вот. И это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Пять годных вещей июля. И также не забывайте, что под этим видео вас ждет ссылка на плейлист ВКонтакте. Он в этом месяце не такой большой, как в прошлом, и в этом месяце он более спокойный. Но, не знаю, может быть, это не так уж и плохо, да, и это будет какой-то новый экспириенс для вас, например, в плане музыки. Так что, да, буду уже с вами прощаться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, то вы знаете, что делать. Подписывайтесь на канал, заходите в гости в Инстаграм, заходите в ВКонтакте, слушайте плейлист, и помните, что вы самые лучшие. И до встречи совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok